Но такое даже, мне кажется, для ютуба снимать нельзя. Трешак, короче, полный. Друзья, всем привет! С вами Алена Бордовская из Таиланда. Солнечного, но правда сейчас ночь и не совсем солнечный. Давайте этот выпуск посвятим ценам. О, кстати, манго 60. Это 120 рублей килограмм. Или за 200 рублей 3 килограмма. Ну, я здесь уже покупала, просто манго нормально. Почему цены? Потому что я уже третий день ищу себе купальник. Ну, как еще просто смотрю и, ну, короче, еще ни разу не купалась. Хотя здесь уже три дня. Только в бассейне, на крыше, в одежде. И хочу добраться до ночного рынка. Еще, знаете, одна фишка? Я тут в расстроенных чувствах. Ну, у меня две причины, почему я в расстроенных чувствах. От одной из глаз дергается, а вторая это то, что я рыжая. Смотрите, какая я рыжая. Капец, да? Поэтому ищу парикмахерскую. Говорят, что в Таиланде парикмахерские вообще мега отстойные. И, ну, как бы не дешевые. Ну, буду проверять. Смотрите, подворотни в Паттайе. Мусор тут. Ну, вот такое, знаете, как бы это сказать вам, неопрятное все, что ли. Видите? Плитка вся пообшарпалась. И ощущение создается, ну, какого-то рынка большого. Вот. Но, несмотря на это, днем, утром, на закате действительно очень красиво. Я покажу красивые виды Паттайи. Объясню, ну, насколько здесь комфортно с ребенком. Вообще много видео будет. Вот будет видео, допустим, с семьей, с ребенком. Куда лучше поехать. Потому что я уже тут разобралась, я знаю. Но, на самом деле, мне кажется, это будет серия по Таиланду с чайником. Потому что я здесь чайник тот еще. Может, даже кто-то из моих зрителей будет намного опытнее, будет писать отличные, классные комментарии. Смотрите, провода висят вот. Нормально, да? Да, просто висят провода. А что бы нет? Вот тут вот все вот это вот. Когда дождь идет, вообще очень страшно, что где-то что-то замкнет. И уличная еда, которая... Ну, это фрукты. А там вот, ну, жарят уличная еда, которую многие боятся. Но не стоит бояться. Мы здесь питаемся уже три дня. И пока тьфу-тьфу-тьфу, наши желудки все воспринимают. Здесь очень много надписей на русском языке. Очень много, ну, понимают по-русски. Да, вообще, русских очень много. Как будто я в каком-нибудь регионе Российской Федерации дополнительно. Вот, рыбалка. Тысяча. Баты достатки. Две тысячи рублей рыбалка. Отличные цены. Кошмар. Смотрю, что-то шевелится. Ящерица? Нет. Не таракант. Ой, скажите... Синтез. О, ешки зеленые. А-а-а-а. Здесь, кажется, надо развиваться. Вот она, парикмахерская. Сказали, полторы тысячи бат будет стоить. Три тысячи рублей, блин. Ну, посмотрим. А я была в торговом центре. Центр фестивал. Там мне вообще нас считали 6 тысяч бат. Это 12 тысяч рублей. Я снигела. Я думала, все, теперь рыжие ходить и буду. Давайте пока я тут крашусь, посмотрим. Ночной рынок в центре Паттайи. Ночной рынок. Если у вас вопрос, стоит ли брать с собой чемодан, или можно здесь купить, вот цены. 1350 бат умножайте на 2. 1200. 2,400. 2,5 тысячи вот можно взять. А, этот уже почти 4. Блин, да там конца и края этому рынку нет. Сейчас у нас тут несколько партийных заданий. Во-первых, купить маечку, мяечки. Да? Да. И, короче, купить краску для волос мне. Потому что я бесстыжа-рыжая просто. Посмотрите на это. Вау, какие классные купальники. Ну, такие. Секси-шмэй. А может, это вообще нижнее белье? Нет купальники? Сколько стоишь? Трусы. Три за 300. 600 рублей. Три пары. Если вы у меня спросите... Алёна, сколько вещей ты брала с собой? Я с собой взяла вот такую вот эту майку, вот эти шорты, еще одни шорты и все. Специально, чтобы купить все здесь. Именечки мы ничего не брали. О, вот и ее одел, подоспел. Разный тут стиль. Есть такие прикольные штанишки. Блин, взять что ли себе такие одени. Ладно. Ничего себе, все по 60 бат. 120 рублей. Ну, такое себе, конечно, но все-таки. Я вообще взяла абсолютно пустой чемодан. Ой, а тут ничего такое. После пляжа раз, накинула, пошел. Тапочки, тапочки. Ой, Мия не пойдет. Ну, снимет сразу. Очень много для детей. По 100 бат, это по 200 рублей. Ой, такую водку покупали мы, Вася, за 1200, 1300. How much? С? 160. А, если L, 180. Ну, короче, вообще. То же самое. В России мы покупали за 1300. Три футболки можно купить за 300. Ну, а там можно одну за 100 купить. Акция, такая акция. Прикольно, кстати, словно нарисовано. А-а-а, вот это да! Офигенские какие штуки. Все, все, я покупаю. Точно, однозначно. Какая прелесть. Вот эти фонарики. Короче, надо будет купить Яночки. Не забыть, во дворик. Мне кажется, очень классно они подойдут. Где-нибудь во дворе повесить. Привезу сувенир. Очки надо за 100. Однажды я купила себе такие китайские очки. Короче, в них так глаза устают. Хотя, я не знаю, может, это не китайские, а нормальные очки. Но за 200 рублей навряд ли. О, обувь. Сунул и пошел. Как раз то, что мне нужно. А то кроссовки пока обувь. 189. Надо выбрать. Ой, какие они все классные. Такое через палец не могу я носить. Меня нервирует. Так что надо найти. О, мой купальник. Производство Таиланд. Не надо же. Короче, все. Мой купальник вообще мега-мейнстримный. Пора выбрасывать. Ах, смотрите, какие классные. Может взять такой? Ой, какой высокий здесь трус. Закроет все. Нет, такой высокий трус мне не пойдет. Тут возникла идея. Купить, боже мой, она как настоящая. Мне даже противно трогать. Купить какашку и положить на половичок, как будто Снупина делал. Вот она гребет. Ладно, жалко собаку. Фу, смотрите, они как настоящие. Ужас. Зачем кому-то покупать какашки? Если только разыграть кого-то. Ужас. Оторванные ноги, руки. Какой-то тут магазин приколов вообще. Вон, люди уходят. Фу, говорят. Реально. Какашки, фигня. Тая. Не, ну кто-то, наверное, покупает. Тут даже есть эти пепельницы. Видим. Стоит палка и пепельница. Ну, такое даже, мне кажется, для Ютуба снимать нельзя. Трешак, короче, полный. О, какой топик. Интересненький. Купила себе такой топик. Видно? Нет? 150 бат. Ну, 300 рублей. Я считаю, это вообще даром. А сейчас покажу Мияечке платьишко. Мия. Ну-ка, покажи народу платьишко. За 180 бат. Ну, короче, торговались мы с тайцем. 250, говорит. Знаете, как с ними надо торговаться? Окей, куда-то собралась. Теперь хоть на девочку похоже, а то все как мальчик. Обувь счастья для рыбака. Рыба, ноги вобла. Это ж вобла, тапки вобла. Всего лишь 400 рублей. Очень много людей на ночном рынке. Здесь просто так стоят столики, потому что вот там ряды еды. Сейчас я вам покажу эти ряды еды. Вау. Трансвеститы, Вася, мне подсказывает. Какие красивые. Все по 25. Вот из этого делать коктейль. Ну, вот заказываешь, например, вот так даешь. Я не тебе это все. И ты выпиваешь. Прикольно. Один ананас 50 рублей. Копейки. Ой, как бы вы думали. Смотрите, тарелка, куча креветок. 120. 240 рублей. Умрешь у нас за 240 рублей искать креветки. О, говядина. По-русски написано. Говядина. 60 рублей. Шампурик. Курица. 40 рублей шампурик. Осьминог. 40 рублей. Кто хочет осьминог? Кстати, у них здесь вкусный осьминог. Вот что здесь мне показалось не очень дешевым, так это бургеры и картофель цуи. Мало того, что не очень дешево, так еще не очень вкусно. Ну, такое. Себе удовольствие. Так вот выглядит тайская еда. Лапша на доширак похожа. Я такую взяла. Это стеклянная. Это тоже какая-то лапша. И это лапша, и это. Это все лапша. И вот она там жарит мне сейчас что-то. Взяли вот такую штуку. Сейчас приготовят нам все-таки без льда и сахара. Потому что меечка у нас не ест такое. Немного покажу вам 7-11. 7-11 это тут сеть магазинов. Типа как у нас там пятерочки, всякие магниты. И когда сюда заходишь, вообще все, теряешься. Потому что здесь столько всего нового, чего ты не знаешь. Хочется все взять, там, почитать, изучить. Вот это что вообще вот? Что-то вообще непонятное. Какой-то непонятный фрукт. Какие-то взрывные штуки. Везде пишут. Купи меня. Съешь меня, попробуй. Срочно, прямо сейчас. Так что. Просто взрыв мозга. Все хочется съесть. Все хочется попробовать. И половина спайси причем. Вот еще. Все. А, памперсы. Еще не пробовали. Потом расскажу отдельно про детскую тему. На улице вот то, что мы ели уличную еду. Кстати, мы за лапшу заплатили 60 бат. Это 120 рублей. Здесь можно тоже купить еду. Где еда, еда, еда? Типа рис там. А, это пирожные, слушай. А, вот же. Вот еда. Типа рис. С мясом. Рис с мясом стоит 37 бат. 37 бат. 30 бат. Вот рис с каким-то другим, с курицей. 30 бат. 60 рублей, грубо говоря, вообще. С яйцом вот 40-80 рублей. Короче, я вам говорю, дороже здесь самим готовить дома, чем купить готовую еду на улице или в супермаркете. Смотрите, кошмар какой-то, да. Но я реально возьму это попробовать. Что это вообще? Ну, вот я и снова блондинка. Уже лет 10 не красила корни эти, знаете, порошком синим таким. Ну, что же делать? Ну, вроде бы так. Не сильно рыжая. И слава богу. Вышла, а мы тут, оказывается, кокос купили. Сейчас буду пробовать. Короче, вышло все 1500 бат. 3000 рублей. Ну, ладно, что же делать. А кокос 40 бат. Короче, 80 рублей можно пить. По вкусу вообще не кокосовая вода какую-то. Просто вода с сахаром сладкой, реально. Давайте я вам сейчас покажу, какой у нас номер. Был. Потому что... Да. Был. Ну, тут стандартно вот... Точнее, много отелей в Таиланде, где есть одна кровать такая маленькая и одна огромная. Тут мы с МИ кувыркались вообще. Вот. Тут вот сейф. Сейф обязательно. Потом расскажу историю. Холодильник. Холодильник. Так. Тут я кофе пью на дорожку. Тут, кстати, дают кофе. Заварку. Ну, заварку я уже потратила. В холодильнике две бутылки воды. Такой вот балкончик. Не видовой, конечно. Но кто когда-либо был в Таиланде, тот понимает, что у меня еще вид ого-го. Потому что... Ну, именно в Паттайе. Потому что, где Волкин-стрит. Там вообще в основном вид на улицу, где очень много людей. Или на провода, или на стены. Ну, такое себе удовольствие. Здесь у нас туалет, ванная. Душ классный. Там вот сверху такой тропический включается. Ну, и в принципе, все чисто, аккуратно. Сейчас расскажу. Та-да-да-дам! Внимание! Обратили внимание, да? Какой у меня цвет. Вот так вот меня в Таиланде покрасили за 3000 рублей. И отсюда вывод. Если едете в Таиланде, то все салоны красоты, ногти, ресницы, волосы. Делать лучше дома. Делать лучше... Короче. Потому что вот 3000 рублей. И у меня такого цвета желтого. И вот этим порошком я не красилась уже, наверное, лет 10. Я не представляю, как я сильно испортила себе волосы. Ну, короче, мне это настроение совершенно не портит. Что-нибудь придумаем. Буду искать краску. Проблема еще в том, что тайцы-то они все темненькие. И они в блондинок не красятся. И с краской тут вообще проблемы. Короче, квест тот еще. Так что следите. В следующем выпуске я надеюсь исправит. Ситуацию не про это хотела сказать. Хотела рассказать вот про что. Вообще, этот номер обошелся в 1450 рублей. Нам с троих нам давали 3 завтрака. Один детский, два взрослых. Мы потом такие подумали, надо бы продлить. И нам говорят, а, ночь стоит 2700 рублей. Платите. Я такая, а, нет. Ищем другой вариант. Короче, я искала на Hotel Luque. Ну, ссылка у меня всегда бывает в описании. Вот, там всегда бывают акции какие-то. Там скидки. Там распродажи. Вот там я нашла этот вариант. Единственное, что в пятницу, субботу, воскресенье все тайцы начинают съезжаться к морю. И поэтому тут много чего занято. И, короче, сложно что-то найти. Поэтому лучше, если бронировать, то на будни. Вот такой вот советик. Сейчас мы уже, если вы не заметили, пакуем чемоданы. Вот наш чемодан. И мы переезжаем в кондо. Что это такое, узнаете уже в следующий раз. Ну, а попрощаться с вами я хочу с крыши этого отеля. На самом деле, просто, чтобы вы понимали, что Таиланд действительно красивое место. Действительно завораживающее и иногда будораживающее. мозг, умы и фантазии. Что там такое? Да? Сегодня такое небо. Классное. Бассейн на крыше, как на краю вселенной. Это круто. Ну, вот такие вот они закаты. Паттай. С душой с Таиланда. С вами была Алена Мардовская. Всем пока. Хотели вызвать такси, а оказывается, по карте смотрю, 300 метров идти. Думаю, вот бы такси смелся. Смотрите, какие тут классные пряничные домики. Прямо такое ощущение, как будто там это пряники точно делают, и как будто стены из пастилы. И тут вся улица такая. Я прям не знаю, это все сдается или нет, нужно узнать. Ну вот, вчера там тайцы гуляли, конечно. И я вот думала, почему у нас не делают такие яркие, классные дома? Это ведь реально круто. Смотрите. Мне кажется, для детей вообще... Знаете, я слышала такое выражение, типа тайцы, как дети. Ну реально, у них даже дома как будто для детей. Это вообще круто. Продолжение следует...